Куполам Нижнего Новгорода Сохранившиеся на территории Нижегородской ярмарки соборы до сих пор поражают своим величием и красотой жителей и гостей Нижнего Новгорода. Это Спасский старо-ярмарочный собор и собор Александра Невского. Субтитры создавал DimaTorzok Спасский старо-ярмарочный собор И собор проектировал архитектор Агюст Монферран, и был он построен на низином левобережье Окея. Это были места, страдавшие от паводков, и инженер-строитель Бетанкур приложил немало усилий и средств для проведения масштабных грунтовых работ, укрепивших землю под зданиями. Однако почти каждый год разливавшаяся река подступала вплотную к ярмарке и даже подтапливала некоторые торговые строения. Насыпной грунт под собором тоже размывался паводковыми водами, и стены храма стали покрывать трещины, проходящие снизу доверху через все здания. Тем, что Спасский собор сохранился до наших дней, мы обязаны выдающемуся Нижегородскому инженеру и архитектору Роберту Келивейну. Так, в 1880-м годах фундамент собора потерял несущую способность, и храм стал аварийным. Роберт Келивейн полностью заменил старый фундамент новым, выполненным из кирпича-железняка, укрепил конструкции храма железными сваями и расширил его объем. К сожалению, в 20-м столетии в храме располагался склад, а в административном здании – квартиры. Спасский староярмочный собор был возвращен в Нижегородской епархии в 1991 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 80-метровый Александро-Невский собор – самый высокий в Поволжье и третий по высоте в России. Возведен в уникальном месте города – на знаменитой стрелке. Во время разлива океи волги он, как сказочный богатырь, поднимается из могучих вод. Собор был построен под руководством Роберта Келивейна и при участии архитектора – Льва Владимировича Даля. И стал главной архитектурной и духовной доминантой ярмарки и всего Заречья. Купцы не пожалели средств на украшение этого храма. К сожалению, в советские годы этот исполин был разграблен безбожной властью. Богатые церковные утры конфисковали, драгоценные оклады с икон ободрали, колокола сбросили, разбили, переплавили. А сам храм превратился в огромный холодильник, куда с речного причала перегружали мороженую рыбу. И украсили этот шедевр архитектуры пристройкой конного двора. К счастью, сам монолит храма устоял, и в 1991 году в полуразрушенном состоянии был передан духовному братству святого Александра Невского. Но теперь, после ремонта, он стал снова украшать заречную часть города. Субтитры создавал DimaTorzok Но, пожалуй, самой главной достопримечательностью и визитной карточкой Нижнего Новгорода является храм во имя собора Пресвятой Богородицы на улице Рождественской, более известной как Рождественская или Строгановская церковь. Она приковывает к себе взгляды своим изяществом, праздничной красотой, пышными орнаментами и причудливой белокаменной резьбой. По богатству белокаменного резного декора церкви почти нет равных в русской архитектуре. Это уникальный памятник, шедевр русского барокко. На возведение собора средства выделили богатейшие купцы-солепромышленники Строгановы, чтобы он стал символом незыблемости и величия их рода. О строительстве церкви существует несколько легенд. Одна из них рассказывает о том, что задумал как-то именитый человек Строганов Григорий Дмитриевич поставить такую церковь, краши которой никогда и нигде не было. Долго искал он мастера, посылал своих слуг в разные концы Руси. Наконец привели к нему человека, безвестного, бедного, но лицо его светилось особым душевным светом, таким, что Строганов сразу поверил. Этот построит. И закипела работа. Хозяин ни в чем не отказывал мастеру. Выделял денег, сколько надо. Подмастерьев, сколько потребуется. Кирпича навезли больше, чем надо. Трудились люди от зари до зари. А когда поднялась красавица церковь, когда выдрузили на купола кресты и зазвенели колокола, заплакали от восторга все пришедшие поклониться новому храму. Заплакал и сам Строганов. И велел позвать к себе мастера. «А скажи-ка мне, человек, сможешь ли ты соорудить другой храм, краше этого?» И ответил мастер, «Смогу». Призадумался Строганов. Не понравился ему этот ответ. Получалось, что у кого-то другого может появиться храм еще лучше. А это было очень обидно для его самолюбия. И повелел он своим верным слугам ослепить мастера. А когда они это сделали, просто прогнал мастера со двора. По другой легенде, церковь строил необычный человек, а мастер – чародей. Когда его приказали схватить, он сбежал на колокольню, превратился в ворона, взмахнул крыльями и скрылся из глаз. На освящение храма Григорий Строганов пригласил самого Петра Первого. Но после первого же посещения службы в храме Петр Первый повелел закрыть его. Еще одна легенда гласит, что Петр Первый увидел среди множества икон те самые, которые он заказал для Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Но, видимо, Строганов тайно перекупил эти иконы под носом у царя, чем вызвал его гнев. Строгановская церковь была знаменита еще и тем, что на ней были уникальные астрономические часы. Они показывали не просто время, а планетарные положения светил. Но в 1750 году они сломались, и никто не мог починить их. И только 15-летний подросток Иван Кулибин, впоследствии прославленный российский механик-изобретатель, сумел разобраться с хитрым механизмом и починить часы. К сожалению, старинные часы с уникальным механизмом до наших дней не сохранились. И тогда, в 2005 году, на двухъярусной колокольне установили другие башенные часы, обладающие не менее любопытной историей. В 1879 году этот необычный часовой механизм изготовили немецкие мастера на фабрике Иоганна Фридриха Войле. Поначалу часы разместили на здании Блиновского пассажа, а в 1917 году часовой механизм оттуда сняли, и хранился он в городском историческом музее. В 1990-е годы старинные часы попытались смонтировать на звонницу церкви, но сделали это неумело, и часовой механизм так и не заработал. И только в 2004 году за реставрацию часов взялся калужский мастер Александр Георгиевич Красников. Ему удалось полностью восстановить оригинальный механизм. Замена потребовалась только четырем часовым циферблатом. Сегодня 80-килограммовый колокол, помещенный в верхней части колокольни, каждый час отбивает нужное время, а каждые полчаса над храмом раздается один удар. Интересно, что старинные часы полностью механические и требуют ручного завода один раз в неделю. Субтитры создавал DimaTorzok